МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день. На канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Анна Татур. Здравствуйте. Молодость, традиции и будущее. Молодежный форум, приуроченный к юбилею комсомола и строитрядовского движения в нашей стране, прошел накануне в Минске. Он объединил более 700 молодых людей со всех уголков Беларуси. В форуме принял участие президент. Александр Лукашенко предложил объявить 2015-й в Республике годом молодежи, а также поддержал идею об объявлении молодежной стройкой возведения Беларусской АЭС. Я услышал ваше предложение об объявлении строительства атомной электростанции, первой в Беларуси станции, молодежной стройкой. Знаете, мы эту стройку ведем вместе с братской Россией, с русскими людьми. Я обещаю вам, что в ближайшее время мы с президентом Путиным рассмотрим эту инициативу, чтобы сделать эту стройку, а может быть и следующую атомную станцию, которую Россия строить будет в Калининграде, сделать нашими общими молодежными стройками. Октябрьское потепление, видимо, неблагоприятно сказалось на дорожной обстановке в стране. Только за последние несколько дней на дорогах к Беларуси произошел целый ряд серьезных происшествий. Среди прочих, лобовое столкновение в Хойниках. Там грузовой микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковушку. Водителя-виновника аварии спасателям пришлось доставать из кабины при помощи специнструмента. Всего в ДТП пострадали 4 человека, все они госпитализированы. Еще одна авария произошла на трассе Могилев-Бобруйск. И снова лобовая. Вне, как и в предыдущей, дорогу не поделили легковой автомобиль и микроавтобус. Тяжелые травмы получили два участника ДТП. Один госпитализирован с переломом позвоночника, у другого состояние гораздо более тяжелое. Мужчину зажало в салоне машины, потребовалась помощь спасателей. У него, по предварительным данным, тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы и ушибы. Краткий обзор других событий далее. Охране столичного метро разрешили проводить личный досмотр пассажиров. Такая норма заложена в указе президента страны. Он опубликован на национальном правовом интернет-портале. В документе отмечается, что перечень организаций, не обладающих правом создания военизированной охраны, но в которых допускается досмотр как людей, так и транспортных средств, теперь дополнен Минским метрополитеном. В Могилеве в будущем году стартует проект по созданию творческих лабораторий для молодежи. Эта идея возникла после международного пленера по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве». Общение с маститыми художниками позволило поднять уровень профессионального мастерства молодого поколения. В итоге успешное начинание вылилось в решение организовать постоянно действующие мастерские. Это будет масштабный проект, который впервые реализуют не только в Могилевской области, но и в республике. Белгосуниверситет отмечает очередной день рождения. Ведущему вузу страны сегодня исполняется 92 года. На этот день запланировано торжественное заседание Совета БГУ. На нем будут вручены высшие университетские награды премии имени Владимира Печета и Антона Севченко за 2013 год. Кроме того, будут названы новые имена заслуженных работников вуза. Электронный путеводитель по безбарьерной среде разрабатывают в Гродно. Работы планируется завершить уже к началу будущего года. Новинка будет представлять собой специальную программу, содержащую базу данных организаций, предприятий и учреждений города с указанием наличия безбарьерной среды и описанием ее основных параметров. Подобный путеводитель необходим для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями и облегчения их социальной адаптации. После создания он будет размещен на сайте Гродненского горисполкома. Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле. Теперь его спектакли и концертные программы будут проходить на сцене местного Дворца культуры железнодорожников. По крайней мере, так будет в ближайшие пять лет. Именно настолько подписано двустороннее соглашение. Сегодня вечером в честь официального открытия в стенах дворца представят жемчужину классического балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Добавлю, подобные филиалы Большого также есть в Могилеве и Новополоцке. И напоследок хорошие вести с атмосферных фронтов. Теплая погода продержится в Беларуси аж до середины следующей недели. Правда, с нынешнего четверга станет чуть прохладнее, однако температурный фон все равно будет выше нормы. На этом выпуск завершен. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делите своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Субтитры создавал DimaTorzok